Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня мы будем тестировать с вами вот такие полосочки для носа. Для носа только, почему-то пишут, мне кажется, можно для лба, щек, для чего угодно. Полоски из линейки NFW и будем с вами тестировать вот этот софтнер из линейки BioGlow. Так, у меня тут уже есть скрытая полоска, мы в обзоре заказа с вами вскрывали. Где она? Вот она, да. И рассматривали. Здесь в этой упаковочке их 4 штуки, девчонки. Выглядит она вот так. Почему она у меня съехала? Дочь, наверное, уже побаловалась. С одной стороны белая тканевая, с другой стороны вот такая вот черная. И здесь делали нам надрезики. Мы с вами уже смотрели эти надрезики подробно в обзоре заказа. Так, артикул этих полосок 0,438. И как нам с вами нужно наносить, прикладывать, прилеплять. Тщательно очистить кожу лица. Я уже очистила кожу лица, я ее как следует поскрабировала. Затем смочи область носа водой, удали защитную пленку с полоски, приклей полоску к носу, плотно прижимая. Оставь полоску на коже на 10-15 минут до полного высыхания. Аккуратно сними полоску, начиная от крыльев носов к центру. То есть вот так с двух сторон, да? Использую не чаще одного раза в три дня. Рекомендован для нормальной комбинированной жирной и склонной к проблемам кожи с 12 лет, девчонки, можно. Так, мочим нос. Как следует. Я помню прошлые полоски, их еще нужно было сверху водой мочить. Сейчас посмотрим, как. Ой, черный походу стороной, ну к носу, я так подозреваю. Логично, да, девчонки? Опачки. Ой, как прилипает сильно. Прям так сильно. Вот видите, эти надрезы сейчас видны. Молодцы, что они их сделали. Прям вообще супер. Может сверху тоже намочу, девчонки? Или не стоит, как думаете? Мне хочется мочкануть сверху. Как прошлые полосочки. Немножечко. Вот так. Фу, запах такой неприятный. Фу. Не пойму, девчонки, что пахнет. Грибами какими-то сушеными. Но это как бы... Пофиг. Лишь бы работало. Вот, белая намочила, и она вся стала практически черная, да? Пропитывается. Вот, девчонки, как это выглядит. Можно было немножко подспустить сюда и кончик носа почистить. Прикольно. Ну все, я хожу до полного высыхания, потом будем отдирать. Надеюсь, что результат будет в вал. Ой, девчонки, но вонь стоит невозможная, правда. Такой запах. Знаете, еще чем пахнет? Клеем. Моментом. Честно. Ладно, буду ходить. Пока сижу с этими полосками, девчонки, сделала маникюр. А лаком я уже вам его показывала. Фаберлик. Бликует у нас артикул. 75-21. И первый раз тестирую. Наконец-то руки дошли до верхнего быстро сохнущего покрытия, которое вы мне рекомендовали, потому что топ из вот этой же серии слазил вместе с лаком пластами на следующий же день. 72-58. Вот нанесла. Еще не высохла. Минутка только прошла. Но, надеюсь, сейчас высохнет. Так как, в принципе, покрытие классное. Посмотрим, сколько будет держаться. Девчонки, 20 минут проходило. Сейчас будем драть. Полоска эта уже задервенела. Она прям не как бумага, а как, не знаю, как картон какой-то на носу. Давайте скорее драть. Ох, ё. Смотрите, местами что-то прилипло, осталось. Но мне больше интересно, есть ли что-нибудь на самой полоске. Девчонки, ну что-то есть. Я вам сейчас постараюсь показать на камеру. У меня хоть эта зона чистая, я регулярно очищаю. Но что-то такое тоненькое есть. Какие-то как волосочки девчонки проглядывают. Дерануло так от души еще. Ну-ка. Слушайте, ну нос чистый. Поры немножко расширены. Сейчас начал краснеть у меня. Поры немножко расширены. Воняло жутко. Ой, тут осталось. Видите, сейчас придется смывать. Поры расширены, но они чистые. Не все, кстати, девчонки. Не все прям идеально чистые. Ну, прикольно. Сейчас попробую вам на камеру все это дело показать, что тут осталось, не осталось. Девчонки, сейчас я не знаю, будет вам видно, нет вот так, что ли, хоть согнуть. Блин. Такой прям как заколенел. Вот тут в районе носа фокус. Не хочет фокусироваться упорно. Прям такие маленькие волосочки видны. Не сказать, как в этих видео ужасах, да, обзоров. Вот они, блин, не хочет фокусироваться. Нужно камеру прям зумом-зумом, чтобы их разглядеть. Есть такие маленькие, маленькие такие волосочки. Еле отерла эту черноту. Покраснела. Так все, сейчас бы посидеть, подавить еще. Но не, не буду. Прикольно, не, прикольно. На самом деле, такие процедуры делать изредка можно, вытаскивая спор. Жалко вам, вот на камеру не очень передалось, что тут такие вот немножко волосики. Они, девчонки, есть. Чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть. Ладно, будем делать дальше. Я думаю, раз в недельку, а мне будет достаточно. Я регулярно кожу очищаю. Будет заметно на той коже, которая очищается нерегулярно. То есть, если вы не любите каждый день делать маски, какой-то специальный уход, и поры у вас быстро загрязняются, забиваются, тогда будет видно, мне кажется, прям здорово. Смотрите, какой шнобель красный. Так, теперь софнер, девчонки, софнер. Читала уже отзывы, многие пишут, что когда в лицо им брызгаешь, как-то прям это плюется он сильно. Но мы с вами на руку пробовали. Да, действительно, он плюется сильно. Но мы сейчас все равно попробуем. Не понравится, будем на руки потом с вами применять. Ой. Ну да, сильно плюется, но нормально. Блин, какой же запах классный. Мне так нравится. Ой, в рот даже попал немножко мандаринка. Вот так похлопаем. Запах классный мандаринок. И более-менее такой нехимозный. Вообще здоровские девчонки. У краснота хоть потихоньку уходит уже. Класс. Когда я на ручке пробовала, мне прям очень понравился эффект. Надеюсь, и на лице сейчас понравится тоже. С вами первый раз тестирую. Ну вот, в принципе, быстро впитывается. Уже все нормой. И так, по ощущениям. Кожа увлажненная. Угу. На руки что-то у меня черное. Кожа увлажненная, девчонки. И сияет. Знаете, по типу корейских эмульсий. Фаберлик молодцы. Вообще в этом году они такие интересные продукты выпускают. И качественные. Мне прямо очень нравится. Слушайте, никакого жирного блеска нет. Я, кстати, думала, что может мне утяжелять. Потому что маска ночная мне из этой серии утяжеляла. Нет. Все прекрасно. Никакого жирного блеска. Есть сияние. Видите, сияние небольшое. Липкость совсем чуточки. И она вот уже все пропадает. Он быстро впитывается. Чувствую увлажнение. Чувствую какой-то, знаете, как будто лифтинг эффект. Вот руками даже это чувствую. Но здесь витамин С. За счет него вот это все и происходит. Я вам обязательно в ближайшем будущем про витамин С отдельное видео прям отсниму. И покажу очень крутой уход. Классно. Слушайте, тон выравнивается. Вот кожа немножко в этой зоне успокаивается. Кожа сияет. Увлажненная. Вот на зиму, да. Возможно, летом бы я вот этот тоник заменила бы. Софнер назовем. Вот так, чем-то более легким. А на зиму, да. То есть вообще здорово. Выравнивается тон лица. Кожа, кстати, разглаживается слегка. Как будто немножко натягивается. Девчонке нравится, нравится. Вот этому софнеру прям ставлю пятерку. Как база под макияж липкость пропала. В принципе, да. Мне кажется, тональный крем очень ровненько, гладенько ляжет. Потому что кожа становится очень гладкой, девчонки. Прям вот очень гладкая. Здорово. Понравился. Понравился прям софнеру пятеркой из пяти. Ну и будем с вами дальше тестировать новинки, средства для мытья посуды, колготки. Вам подробно покажу. Было много вопросов. В общем, все новенькое. С вами дальше будем тестировать. Девчонки, колготки. Пододеваю под штанишки. Были вопросы под видео. Они абсолютно не колются. Девчонки, они очень комфортные к телу. Все прекрасно. Все приятно. Все замечательно. По поводу размера. Мой размер 52-й. И эти колготки XL, они мне прям вот на размер меньше тоже были бы в самый раз, я уверена. Они очень хорошо тянутся. По высоте они практически под грудь. Получается. То есть вот эти XL, они налезут и на 54 однозначно, и возможно даже на 56. Поэтому вот так вот с размерной сеточкой имейте в виду. Так выглядит бомбочка. Мы ее вскрыли. Вчера ребенок уже купался с голубой бомбочкой. Мне не светит. Я буду еще заказывать такие. Смотрите, какие здесь кусочки красненькие. Мне, кстати, она по запаху нравится больше, чем голубая. У голубой очень резкий запах. Здесь понежнее какого-то парфюма. И мандаринок. И мандаринок, и апельсинок. На, понюхай, понюхай. Стоит уже, ждет голое на старте, чтобы быстрее не упустить этот момент. Не дает даже вам снять, показать. Смотрите, девчонки. Сейчас ты запрыгнешь к бомбочке, потерпи. Начинает шипеть. Водичка окрашивается. Я хочу залезть. Она как планета растворяется. Да, растворяется, и вода будет оранжевая. Голубой, прям голубая, яркая вода была. Вот еще не растворилась до конца она, но вода уже такая ярко-оранжевая. Причем камера почему-то вам не передает, делает ее светлей. Смотрите, я растворю. Подожди, смотрите, ты голая сидишь. Такая вот ярко-ярко-оранжевая прям водичка. Хотя еще бомбочка не вся растворилась. Так, девчонки, сейчас будем с вами тестировать средство для мытья посуды. Новое, Гринли, Биогель. Вот этот он заявлен как формула антиналет. Я специально заварила чай, долго-долго держала его в кружке, чтобы остался хоть какой-то налет. Чай Фаберли, кстати, черный с апельсином, по-моему. Вот, и сейчас мы с вами потестируем, как оно пенится. Уже много отзывов от девочек, что оно гораздо лучше, эффективнее. Многие планируют переходить на это средство. Достаточно густое, видите, гелеобразное. Губочка у меня, кстати, тоже Фаберлик. Так, хорошо пенится. Замечательно. Ой, аромат классный. Прямо действительно цитрусовый. И сейчас мы посмотрим. Ну, я думаю, справляется. Оно и старое-то средство справлялось с налетом от чая. Так, ну да, да. В принципе, все вот оттирает. Пенится хорошо. Одной рукой мне вам не очень удобно показывать, но тем не менее. Как-то вот девочки сказали, что отмывать до скрипа. Я сейчас помою тарелку и кружку двумя руками. Девчонки, мы посмотрим. Слушайте, ну, по первым впечатлениям, правда, до скрипа. Слышите? Тарелочка. Правда, до скрипа. Правда, все здорово отмывает. Все замечательно. Как бы никаких нареканий к средству нет. Ручки вроде не сушат. Вы знаете, такая нормальная консистенция. Но только время покажет. Потому что вот мне, допустим, средство с углем сушило руки. Самое первое средство, да, с яблочком, с малинкой тоже немножко подсушивала. Для жесткой воды. Нравится. Вы знаете, нравится. Отмывает очень быстро. А чай вообще там видели усилий, даже не прикладывали. И, правда, до скрипа. То есть все чистое, прям до скрипа. Нравится. Здорово. Поэтому, наверное, соглашусь с девчонками, что, да, действительно, средство немножко помощнее, чем наши привычные средства для мытья посуды Фаберлик. Так, артикул вам сейчас покажу. Вот он. Ну, здорово. Классно. Его можно, кстати, разбавлять. Кому хочется, его разбавлять можно. Консистенция довольно густая. Я сейчас не разбавляю. Раньше я всегда один к трем разбавляла средства для мытья посуды Фаберлик. Сейчас нет. Потому что мне нравится побыстрее менять, девчонки, ароматы. И поэтому не разбавляю. Продолжение следует.